Чрезвычайные действия благодати Божией в возбуждении грешников от сна греховного. Живущим благодатной жизнью душевно-спасительно знать сии действия, чтобы, видя многопопечительность Божию о грешниках, прославлять неизреченную благодать Божию и воодушевляться благонадежием помощи свыше на всякое благое дело. Ищущим же божественной благости, того ради особенно нужно знать их, что в них яснее, чем где-либо, выражаются свойства благодатного возбуждения, которые нам надо хорошо сознавать и уяснить, чтобы определить, благодатное или возбуждение есть то, что испытываем мы, и если уже действует кто, то по благодатному или возбуждению действует или по самодельному воодушевлению. Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. Самодельная жизнь, как бы она ни была, красна на вид, и как бы ни держалась форма христианской жизни, никогда не будет христианскую. Начало ее полагается в благодатном возбуждении, которому внявший не лишается потом благодатного руководства и общения во все время, как пребывает верным ее внушением. Вот почему надо хорошо себе уяснить, есть ли или было ли в нас благодатное возбуждение. Можно в удовлетворении сего требования сказать, суди себя по свойствам благодатного возбуждения, открывающимся в чрезвычайных ситуациях, ибо они одинаковы как в чрезвычайных случаях, так и в обыкновенном порядке, только в первых открываются ярче, определеннее и различительнее. При благодатном возбуждении, как было уже сказано, совершается мгновенно разорение в сознании всего установившегося там порядка самоугодливой греховной жизни и раскрытия пред ним иного, лучшего божественного порядка, единого, истинного и ублажающего. Сокращенность сей порядок можно изобразить так. Бог, во Святой Троице поклоняемый, мир сотворивший и о нем промышляющий, спасает нас, падших, в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа под руководством и блюстительством Святой Церкви, через крестную испытательную здесь жизнь, приводя к вечному, неискончаемому блаженству в будущей жизни. Он совмещает и лица, и события, и учреждения, и самое начало, по которым все движется. Весь сей порядок действием благодати живо впечатляется в душе человека-грешника, и разительно представляя противоположность ему и самого человека с его настроениями, и всего, чем он прежде жил и услаждался, тогда как обязан быть в совершенном с ним согласии и подобо настроении. Поражает его. Всякая черта его издает обличение и укор человеку в неразумии и недобросовестности прежней, которые тем бывают впечатлительнее, что в то же время и в духе видится достойное презрение и ничтожность прежнего грешного порядка. Под всем действием сердце разрешается от прежних уз, и стоит свободно, и потому свободно избрать новый род жизни. Это предел действия благодатного возбуждения. Оно разоряет в сознании и чувстве все прежнее, худшее, и живо представляет лишь новое, лучшее, оставляя всем положение человека, пораженного свободным, избрать новое или обратиться опять на старое. Замечательно, что благодатное возбуждение всегда сопровождается поражением и некоторого рода испугом, потому ли, что оно вдруг, как бы врасплох, схватывает грешника на распутиях жизни, как преступника, и представляет неотклонимому судилищу Божию, или потому, что новый порядок, раскрываемый в сознании, совершенно нов для него и разительно противоположен прежнему. И не нов только, но и совершенен во всех частях. И блаженство подателен, тогда как в первом ничтожном одна туга сердца и крушение духа. Все же исходная точка всех благих действий благодатного возбуждения и есть это живое сознание нового божественного порядка. Исходя из сего понятия, приведем на память все бывшие опыты благодатного сего действия. Сознание нового порядка бытия и жизни приводится двояким образом. А. Иногда тот самый порядок, весь или в частях, видимо, ощутительно, самым делом представляется взыскиваемому грешнику. Б. Иногда же дух человека вводится в него и ощущает его внутренне. Милосердный Господь различным образом раскрывает предсознанием обращаемого свой божественный мир, которым определено жить духу нашему. 1. Нередко для сего он является сам, видимо, под каким-либо образом, при бодрственном состоянии человека или во сне. Так и явился он апостолу Павлу на пути его в Дамаск, Константину Великому, Майя, 21. И встафию Плакиде, 20 сентября. Нианью, шедшему мучить христиан, это Прокопий Великомученик, июля, 8 число, потермусь ее во сне, 9 июля и многим другим. 2. Иногда благоволит посылать из того мира разные лица, тоже в яве или в сновидениях, в своем виде или под каким-либо другим образом. Так многократно являлась Матерь Божия, одна или с предвечным младенцем, или в сопровождении святых, одного, двух и многих. Великомученица Екатерина, 24 ноября, например, обращена явлением ей Божией Матери во сне с предвечным младенцем, обручившим ее себе в невесту. Многократно являлись ангелы по одному и целыми сонными, например, святому Андрею Юродивому, 2 октября. Во сне представился весь мир святых ангелов в противоположность полчищу темных сил. Многократно являлись святые, например, святитель Митрофан, врачу-летю ранену, девице больной и многим другим. Третье. Иногда самый мир тот и особенно его чин и как бы основные начала живописуются пред неведущим сознанием в поразительном каком-либо образе, как это видно из приведенного уже случая со святым Андреем Юродивым и из многих других примеров, в которых лицам обращенным были представлены или блаженные селения праведных как царю индийскому и брату его после того, как святой апостол Фома 6 октября раздал бедным данные ему на построение дома деньги или страшные мучения грешников как Исихию Харивиту 3 октября пролог или производство посмертного суда как Петру Булочнику бросившему булку в лицо нищему или была напечатлеваема глубокая мысль о смерти и участи после нее как Иоасафу царевичу 19 октября святому Клименту 25 ноября и одному юноше развратному которому умирающий отец завещал непременно каждый вечер заходить в комнату где он умирает 4 Иногда дается осязательно ощутить невидимую некоторую силу среди видимых сил и явлений действующих но разительно отличную от них и исходящую из иного мира сюда относятся все вообще чудеса помощью которых бывшее обращение исчислить и возможности нет и спаситель сказал что неверующие и не уверуют если не увидят знамений большая часть их явлена после Христа спасителя в первые времена христианства апостолами а за ними святыми мучениками разительность присутствия здесь силы невидимой Божьей часто обращала целые села и города но никогда не оставалась совсем бесплодную кровь мучеников действительно лежит в основании церкви бывали и такие случаи что сила Божия являлась сама беспосредство лица человеческого как при обращении Марии Египетской апреля первое число или при посредстве святых вещей икон мощей и другое так обращение евреев в верите совершилось от чудных явлений на иконе распятия Господня при всех таких явлениях сознание запутанное разными предметами и обольщениями мира и держимое безвыходно в порядке видимым чувственным внешним разительным нечаянным и мгновенным представлением ему высших лиц и сил из невидимой некоторой области мгновенно исторгается из своих уз и втесняется в иной чин бытия и жизни и пораженное стоит в нем здесь происходит то же что при возбуждении электричества в каком-либо теле электрическом другого тела это последнее исторгает то из уз вещества и привлекший к поверхности держит пред собою дух наш как мы видели закрыт и заглушен многими покровами но по природе своей он есть зритель божественного порядка способности к тому тотчас бывает готова явить и действительно являет силу свою коль скоро устраняются вяжущие ее препятствия посему для возбуждения дремлющего в человеке духа и введения его созерцания божественного порядка благодать божия или а непосредственно действует на него исполняя его силою дает возможность разорвать обдерживающие его узы или б посредственно стряся с него покровы и сети и давая через то свободу быть в своем чине а непосредственно наистует дух человека божественная вездесущая и все проникающая благодать напечатливая в нем мысли и чувства отрывающие от всех вещей конечных и обращающие к другому лучшему хотя незримому и неведомому миру общая черта всех возбуждений есть недовольство собою и всем своим и туга о чем-то становится человек не удовлетворяющимся ничем что окружает его ни своими совершенствами ни тем что имеет хотя бы то были несметные сокровища и ходит как будто горем убитый не находя отрада ни в чем видимым обращается он к невидимому и приемлет его с готовностью и искренне присвояет его себе и себя ему многие с вопросом чем все это кончится и к чему приведет оставляли все и изменяли не только чувства и поведение но и род жизни бывали случаи что такое недовольство выражалось преимущественно в части знательной как у Иустина философа 1 июня который преимущественно искал света видения божественного существа иногда в части сердечной как у Августина блаженного 15 июня который преимущественно искал покоя своему метущемуся сердцу а иногда большую впрочем частью в части деятельной в совести как у разбойников Моисея Мурина августа 28 числа и Давида Ермопольского 6 сентября множество бывало случаев что вдруг озарялась внутренняя храмена духа засеменялась влечение и устремляла дух и нуды то есть в иное место невеси откуда приходит и кому идет сказала всем Господь Иоанна 3.8 часто дух пробуждается напоминанием прошедшего так обращена Мария племянница Авраама Затворника 29 октября погибающий в разбойничестве ученик святого Иоанна богослова Феофил эконом церковный Откуда то входит внутрь и внятно совести произносится речь Помяни откуда не спал еси И сильно поражает забывшегося Сюда можно отнести все обращения после юношеских падений Нет сомнения что и такие изменения промышлением Божиим издали подготовляются разными случаями располагающими к восприятию благодатного воздействия потому и здесь непосредственность только относительная Но с другой стороны и то надо ведать что и всякое благодатное возбуждение обнаруживается в подобных симвлечениях и пробуждениях Духа нашего Благодать хотя через видимое посредство всегда однако невидимо и непосредственно прикасается к Духу и извлекает его из томящих его ус во свет Божий в область жизни Божественной все посредства относящиеся сюда направлены на разорение уз Духа разреши Дух дай ему свободу и он сам собою потечет туда откуда взят к Богу узы Уз Духа как мы видели треплетены то есть втрое сплетены составляемы будучи самоугодием и миром а также дьяволом против них и направляются разрушительные действия возбуждающие Дух Благодати Ближайшие на Духе Узы суть Узы самоугодия всестороннего качествующего в нашей животно-душевности Они точка соприкосновения других уз тех кои идут от мира и дьявола потому разорвание их очень важно хотя очень трудно и многосложно ибо так как необращенный весь живет животно-душевностью то Узы сей стороны расширяются много и разно сплетаются на такое пространство как далеко расходится жизнь животно-душевная чтобы понять как разоряются эти Узы надо взять во внимание что здесь то к чему примыкает сия жизнь чем питается в чем преимущественно выражается составляет твердую для нее опору на которой утверждаясь она стоит и не боится поражения не думает о нем и не чает его когда кто например пристрастился к художественности или житейскости или даже учености и весь живет в какой-нибудь из них то на нее он опирается и в ней почивает всеми силами помышлениями и надеждами так как отсюда исходит вся затем самоугодная жизнь вяжущая дух то сия опора самоугодия естественно становится основанием твердости и крепости уз от него налагаемых на дух как бы точку к коей прикрепляются сии узы посему обратно чтобы освободить дух от уз самоугодия божественная возбуждающая благодать обыкновенно разоряет опоры на коих почивает самоугодливая самость поколебав сия опора в основании она ослабляет узы и дает возможность приподнять голову умученному и истомленному духу опор у нашего самоугодия много они есть и в нашем существе то есть в теле и душе и во внешней жизни нашей и вообще во всем порядке быта нашего таково плодоугодия в разных видах то есть сластолюбие роскошь похотность празднолюбие страсть к развлечениям житейская многопопечительность чистолюбие властолюбие видимое в делах успешность зажиточность лесный внешний быт ценность связей мирность внешних отношений пристрастие художественности учености предприятием все это в многоразличнейших видах составляет твердую опору нашей самости которая с уверенностью в ее надежности и прочности спокойно почивает на том и пространно питаясь возрастает день и до дня у одного преимущественно в одном роде у другого в другом спасительная божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления направляет свою силу на разорение той опоры на которой кто утверждается и почивает своею самостью вот что делает кто связан плод плод угодием того ввергает в болезни и ослабляя плоть дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться кто прилещен своей красотой и силой того лишает красоты и держит в постоянном изнеможении кто успокоивается на своей власти и силе того подвергает рабству и унижению кто много полагается на богатство у того отнимается оно кто высокоумничает тот посрамляется как маловедучий кто опирается на прочность связей у того они разрываются кто положился на вечность установившегося вокруг него порядка у того он разоряется смертью лиц или потерей вещей нужных держимых в вузах беспечности внешним счастьем чем иным отрезвить как не скорбями и не счастьями и не для сего ли вся жизнь наша преисполнена бедствий чтобы она споспешистовала намерению Божию держать нас в трезвенности вне такого рода разорения опор беспечного самоугодия составляют повороты жизни кои потому что они бывают всегда нечаянны действуют поразительно и спасительно сильнее всего всем отношения действуют чувства опасности за жизнь это чувство расслабляет все узы и убивает самость в самом корне человек не знает куда деваться такого же свойства и теснота обстоятельств или чувства всеобщего оставления то и другое оставляет человека одного с самим собою и от себя ничтожнейшего тотчас припосылает к Богу или обращает вторые узы духа налагаются от мира и лежат поверхностнее тех мир со своими понятиями началами и правилами вообще со всем своим порядком возведенным в неизменный закон налагает тяжелую владычественную руку на всех своих чад вследствие чего никто из них не смеет и подумать о восстании против него или отвержении его власти пред ним все благоговеют с какой-то робостью держится его правил и нарушение их считается как бы уголовным преступлением мира нет как лица но дух его каким-то образом держится в свете влияет на нас и связывает как узами очевидно что власть его мысленная воображаемая а не действительная не физическая следовательно стоит только развеять сию воображаемую силу мира и к нам близка будет возможность отрезвления от его обаяния так и действует Божие спасительное промышление о нас сию целью оно а постоянно пред лицом мира и нами держит два других мира святых божественных и в них через них представляя вниманию и даже давая ощутить лучшее непрестанно твердит о пустоте мирской жизни и мирских надежд эти Божии миры суть видимая природа и церковь Божия опыт показывает как нередко ум отуманенный чадом мирским отрезвляется созерцанием творений Божиих или вступлением в церковь один зимой смотрел на дерево стоявшее пред окном и очнулся другой после шумной беседы ощутив сладость душевного покоя в храме оставил прежние обычаи и посвятил себя служению Богу природа видимая и храм Божий не только выразумляли и отрезвляли часто христиан беспечных и грешных но обращали даже язычников к истинному благоведению и богоугождению одной женщине пало на сердце слово Асанна и сделало ее христианкой обращение наших предков окончательно утвердилось воздействием на них храма великомученицу Варвару 6 декабря обратила от идолов к Богу содержание красот видимых творений Божьих силы их и влиятельность зависят от того что они утомленному изнеможденному обессиленному умученному суетой мира духу живо и ощутительно представляют лучший блаженнейший порядок жизни и мгновенно изливая в него от раду сей жизни вразумляют человека тем что предаваясь владычеству мира он только терзает и мучит себя что счастье сокрыто совсем в другом мире и что если теперь так мучительно содружество с миром то чего должно ожидать после этим зарождается призыв к миру Божию и отрывание от мира суетного кои иногда в виде сильного порыва а иногда постепенно и совсем наконец исторгают дух человека из уз мира таким образом природа и церковь суть отгнатели развиватели оттиратели обаяний суетного и многопрелестного мира они того ради господом и поставлены в такой с нами связи чтобы тем чаще и непрерывнее действовать в нас разительнейше представляя противоположность одной жизни с другой Б второй способ благодатного исторжения из уз мира состоит в том что благодатью Бога все промыслители иному предочии представляется на деле жизни совершенно противоположное той в которой он движется сюда относятся особенно все обращения посредством мученичества и примеров тому было бесчисленное множество иногда мученический подвиг одного обращал целые веси и города тут очевидно присутствие нравственной силы из другого не нашего мира иногда кажется надлежало бы быть верному поражению а нет его мучимый остается непобежденным благодушевствующим не знает от чего и как мгновенное соображение сего и ударяет в ум и разгоняет в нем обаяние прежних порядков жизни сюда же относится обращение разбойника царем маврикием который вместо казни ему обошелся с ним милостиво как с заслуженным человеком обращение блудницы которую одна мать просила помолиться и возвратить к жизни умершего единственного сына ее а еще другое блудницы пришедшие в раскаяние от одного воззрения на иноков смиренно занявшихся молитвою и богомыслием когда она в том же доме предавалась роскоши и разврату и все обращения примерами жизни принадлежат сюда же сила действия их в том что лицом к лицу видятся лица довольные и покойные без удовольствий и успокоительных предметов коими обильно обладая другой не находит однако недовольство непокоя отсюда разочарование и изменение жизни г третий способ отвлечения от мира есть просрамление его в лице чада своих иулиан отступник превозносится над всеми свирепо восстает против христиан и грозит подавить подавить их своею силою но потом неожиданно падает это не только утвердило веровавших но и много не веровавших обратило к богу истинному на святого макария египетского по лжесвидетельству восстает целое селение бьет терзает налагает наказание мир восторжествовал но потом истина открывается посрамляет всех и всех возвращает к благоговеенству и страху божию сюда относятся все вразумления падениями и нечаемую смертью сильных и великих мира посрамление мира здесь унижает его пред лицом своих приверженцев обличает его бессилие и тем с одной стороны отвращает от него с другой дает смелость противостать ему д нередко наконец мир сам теснит и гонит из себя как бы самим собою именно тем что не удовлетворяет или постыжает ожидания ищем счастье в мире и есть только слава честь власть богатство утехи но ничто такое не удовлетворяет искателя рассудительный скоро замечает обман и берется за ум в святых божиих видим что многое из них рассмотрев суету и мятежность мира удалялись от него и решительно посвящали себя богу блудный сын в притче говорил азже гладом гиблю лука 15 17 третьи узы духа идут от сатаны и духов его они невидимые большую частью совпадают с узами самоугодия и мира которые сатана своим влиянием укрепляет и через них держит ум во мрачении но есть нечто и непосредственно исходящее от сатаны от него некоторые неопределенные робости боязнь метущие душу грешника во всякое время а тем более тогда когда задумает он о добре это почти то же что господин грозит слуге когда тот начинает что-либо делать не по его воле и планам от него разные лести духовные как то у одних чрезмерные без верных узнаваний надежда на милосердие Божие неотрезвляющие а все более более углубляющие в грехолюбие у других напротив того отчаяние у этого сомнения и неверия у того самоуверенность и самооправдание заглушающие всякое чувство раскаяния да многое многое прямо зависит от сатаны хотя определить это трудно но и все греховное надо относить к нему как к источнику ибо он царь грешного мира одна из хитрых его уловок скрывать себя то есть наводить на грешников уверенность что его нет вследствие чего он и самовольничает свирепостью в грешной душе слагая греховные стремления им внушаемые на природу и располагая кропоту на Бога запрещающего будто бы естественное и повелевающего то что выносить у них сил не достает вразумляющая божественная благодать нередко исхищала грешников из челюстей ада по срамлением сатаны она выводила его на позор и предавала по смеянию обнажала его бессилие и глупость и разоблачала хитрости так постыжен он в лице Симона Волхва в лице Киприана Антиохийского и многих других все такие случаи сопровождались обращением и вразумлением немалого числа ослепленных во дни Господа на земле бесы источник неверия и сомнения становились проповедниками веры и святые мученики силу всемогущего Бога часто заставляли и отца и детей лжи говорить истину через кумиры в капищах такое раскрытие козни лукавого приводит грешника к уверенности что он в злобных и вражеских в руках что его дурачат на зло ему самому что обманно ведут каким-то мрачным путем к погибели и хотят порадоваться ею это неминуемо рождает чувство опасения за свое собственное благо осторожность подозрения отвращения и к хитрецу и к его изобретением порокам и страстям и ко всей прежней жизни отсюда уже недалек переход к источнику истины добра и блаженства Богу вот пути и способы коими воздействует Божия благодать на дух человека исторгает его из уст несвойственной ему жизни и лицом к лицу показывает другую лучшую ту в которой его радость и покой но очевидно что все они сами по себе не полны будто не договаривают всего например родилась жажда лучшего но где это лучшее и как его достигнуть или потряс страх смерти суда что же делать чтобы избыть то есть уберечься от беды так и во всех других случаях они не мы ко всем им должен быть приложен еще способ дополнительный и совершенный это слово или проповедь слово божье в разных его видах действительно и сопровождает все показанные способы поясняя их и указывая последнюю их цель без него они оставляют еще человека в неопределенном некотором состоянии следовательно не производят всего что должно так апостол павел вразумлен небесным явлением но господь и не все совершил в нем здесь а сказал пойди к Анании и он скажет что делать смотри деяние 9.6 иустин философ варвара великомученица иуасав царевич увидели ложь но чтобы познать истину имели нужду в особых руководителях и ему и поставлено у господа промыслителя законом всем всюду проповедовать допокаются сравнили деяния 17.30 вера от слуха следовательно глаголом божиим римлянам 10.17 и сей глагол от апостолов через их преемников возглашается теперь во всех концах земли и вот существенная нужда оглашения сказания общего спасительного порядка Божия необходимость общеизвестности лиц и места куда должен обратиться за истолкованием возбужденный чтобы не потерять напрасно возбуждение или чтобы не блуждать с ним по распутьям истощая бесплодность силы и время катехизическое учение непрестанно должно быть слышимо и действительно слышится в церкви верные стоящие будут через то более и более созидаться падшие же и возбужденные тотчас будут иметь нелестного пути указателя как многоценен долг священников благовременно и безвременно возвещать спасительные пути Божии не полагаясь на общеизвестность большую частью предполагаемую но Слово Божие не только восполняет все показанные способы но и заменяет их оно возбуждает полнее и винятнее посродство его с духом нашим также исходящим от Бога оно проходит внутрь до разделения души и духа оживляет последний и осеменяет его к плодоношению дел жизни духовной отчего слово и называется семенем возбудительная сила его тем значительнее что она действует разум на всего человека на весь его состав тело душу и дух звук или члено состав слова поражает слух мысль занимает душу а невидимая сокровенная в нем энергия касается духа который если ванмет после того как слово благополучно пройдет и тело и душу эти грубые составы возбуждается и приходя в напряжение разрывает держащие его узы слово божие показанными же способами и возбуждает а именно или живейшим представлением сознанию божественного порядка или введением в него нашего духа через разорение держащих его преград например один старый слуга сказал в простоте больному своему господину сколько не бейся батюшка а придется умереть и тем возбудил его к покаянию другой прочитал под изображением распятого господа вот что я для тебя сделал ты же что для меня и пробудился от усыпления святая пелагия слышала о смерти суде и горькой участи грешных и отстала от грешной жизни равнопостольный князь владимир обращен описанием всего божественного порядка начиная с сотворения мира до конца всех вещей страшного суда и вечной участи добрых и злых да и вообще проповедь святых апостолов а по их следам и всех проповедников евангелия состояла в простом безумствовании представлении истины святой апостол павел говорит о себе что его слово и проповедь были не в убедительных человеческой мудрости словах а в простом сказании о деле спасения через господа нашего иисуса христа на кресте распятого смотри первое послание коринфянам 2 24 и это можно сказать естественнейший способ действования через слово изображать истину как она есть не заграждая ее умственными соображениями и особенно предположениями о вероятностях истина сродна духу просто и искренно высказанная она найдет его обставленная же образами офигуренная и разукрашенная останется в фантазиях загроможденная соображениями и доказательствами задержится в рассудке или душе не достигая духа и оставляя его праздным можно сказать что вся неплодность проповедования зависит от умств в ней которыми набивают его но разъясни истину просто раскрой в чем она и дух будет побежден еврей читал евангелие и обратился ибо узрел истину в простом евангельском сказании вообще множество вольнодумцев обратилось живым сознанием божественных вещей по указанию слова Божия живого или писаного истина рассеивает мрак суетных помышлений освежает душу освещает дух можно бы с великую пользу употреблять почасту в общих разговорах краткий пересмотр того как все началось чем кончится и почему с другой стороны силою слова нередко разоряются преграды духа и дается ему свобода так святой Антоний Великий услышал слово о ничтожности благ земных и все оставил один юноша прослушал проповедь о блудном сыне и покаялся изображением суетности житейской и мирской многие святые уже на брачном ложе склоняли своих супругов к беспорочности чистой жизни вообще представление божественного порядка с одной стороны и раскрытие разных очарований с другой исполняет душу полнотою спасительного ведения или ясным и убедительным знанием спасительного пути против которого редко может устоять упорство сердца очень многие если не действуют как должность напряжением остаются высыплением и беспечности то потому что не знают спасительных истин или неполно знают полнота знания победительна ибо тогда некуда укрыться лукавому сердцу в силу всей всеобъемлющей общегодности к пробуждению грешников слово божие на земле ходит и до слуха нашего доходит многообразно оно неумолчно слышится в храмах на всяком богослужении и вне храмов во всяком чине церковном оно в пениях и песнях церковных оно в проповедях отеческих и во всякой душеполезной книге оно в душеспасительных беседах и ходячих изречениях назидательных оно в школах картинах и всяком видимом предмете представляющем духовные истины судя по сему мы объяты словом божиим оглашаемся им со всех сторон отовсюду идут к нам глазы трубные на разорение твердынь греха как стен иерихонских во всех сих видах своих слово божие уже показало и постоянно показывает свою победоносную над сердцем человеческим силу надлежит только заботиться чтобы пути коими расходятся слово божие были хранимы и непресекаемы чтобы не умолкало проповедь искренне чтобы богослужение совершалось по чину и в назидание чтобы иконописание было здраво и свято пение трезвенно просто и благоговейно исполнение сего лежит на служителях алтарей они потому суть в руках промысла божия самые необходимые и самое могущественное орудие к обращению грешников надобно им сознать сие и не молчать не только в храмах но и в домах всяким случаем пользуясь то изобразить в слове мир божий то раскрыть обольщение нашего духа признаками душевно телесности желания отъем 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 отъем